Всем привет, это Егор Шип, вы на канале Егор Декстер и сегодня начнется новая история. Субтитры сделал DimaTorzok Как я показывал дом, как я его воровал в магазине и многое-многое другое. Похлопайте каждый у себя в квартире. Егор, заходи в кадр, а мы начинаем. Поехали! Хочу вам рассказать о том, на что я залипал последние пару месяцев. Genshin Impact. Это экшен-рпг игра с открытым миром, где между персонажами можно переключаться в любой момент боя. Игрушка доступна на всех популярных платформах и я постоянно залипаю на ней на PlayStation, на телефоне. Даже на ПК, чуваки. В игре очень много всего захватывающего и сложно описать это двумя словами. Я рекомендую вам просто попробовать присоединиться к сообществу игроков. Тем более сейчас очень удачный момент. Обновление 2 и 3 Белая пыль и Снежная тень. В котором доступны такие персонажи, как харизматичная Ратакита и Гора. Новый босс в открытом мире, золотой волчий вожак, гигантский чудовищный зверь из другого мира, будет постоянным боссом на острове Цуруми. И новый пятизвездочный клеймор, краснорогий камнеруб. И это еще не все в коллаборации с горнолыжным курортом Вальторанс во Франции. Разработчики запланировали крутое событие «Звездный путь среди снегов», где, внимание, разместится внутриигровая точка телепортации Genshin Impact. Это будет масштабное зрелище и все, кто в нем будет участвовать, смогут получить камни истока. Каждый также может оставить свое пожелание на сайте, и оно может появиться прямо в Альпу. Во время мероприятия все могут принять участие в зажжении точки телепортации, выиграть сувенирную карточку с подсветкой, и когда количество нажатий по кнопке «Зажечься» превысит 300 тысяч раз, 600 тысяч одного миллиона, все участники смогут получить внутриигровые предметы. А в середине января на локации пройдет уникальное световое шоу. В общем, нет времени объяснять классы по ссылочке в описании, чтобы не пропустить самый мощный ивент игровой индустрии этой зимой. А мы с вами продолжаем. Ну что, всем привет, ребят. Егор Шип занял место моего канала сейчас, он поприветствовался, ты вот прям все ведешь, как на своем канале, да? Слушай, ну то, что на своем. На канале Декстер, на канале Декстер. Как Егор уже рассказал, где-то полтора года мы ничего не снимали, ничего не записывали. У нас был настоящий конфликт. Настоящий конфликт. Настоящий конфликт, мы даже не общались. Без всяких постанов мы реально не общались, мы реально, типа, чуть ли там не давали другу в ЧАЭС. Это было жестко, вот. И сейчас, перед Новым Годом, хотим вас поздравить всех с наступающим Новым Годом, чтобы у вас не было никаких ссор в Новом Году, никаких конфликтов, как у нас с Егором Шипом. Помиритесь со всеми, кого вы не любите, и полюбите в новом, предстоящем, в 2022 году. В общем, что за это время у тебя произошло, рассказывай. Слушай, много. Реально, жизнь поменялась кардинально. Так, жизнь поменялась кардинально, когда... Во-первых, я забил с татуировками. Да-да-да, я заметил, кстати. У меня тоже есть татуировки, у меня есть вот здесь татуировка. Ну, у меня всего три татуировки. Я ногу еще забил. Это вообще трэш. Сколько ты ее забивал? Многу? Да, ну, типа, сколько по времени тебе понадобилось, чтобы забил? На самом деле, я первую татуировку набил год назад, короче. И меня понесло. Это вообще нездорово. Нет, слушай, когда первую татуировку набиваешь, потом хочешь вторую набить, так что, ребят, лучше... Подумайте перед тем, как пойти на этот шаг. Да, лучше подумайте. Ну, вообще лучше бейте, реально, это красиво. Сколько у тебя денег вышло на татуировку? На сотку? Нет. Один сеанс стоит 35 тысяч. Один сеанс. За один... Грубо говоря, вот это один сеанс. Что еще за это время произошло? Мы тогда снимали ролики, у нас было, ну, типа, окружение, у нас было окружение ребят, да, типа... Где оно? Я не знаю. Все потерялись. Из окружения кто был? Амир. Остались только легенды. Мимимишка. Аким. Саша Новиков. Саша Новиков плывет. Саша Новиков прикольный чувак. Он вот, типа, как он был, вот таким вот прикольным чуваком, но он, правда, такой, знаешь, стал более, такой, типа, йоу-йоу-йоу, начал, типа, так, общаться. Клуб, пойдем в клуб. Да-да, пойдем в клуб. Он начал с девчонками тусить. Он мне, типа... Да, раньше с мальчиками тусил. Да, раньше с мальчиками тусил, теперь с девочками тусил. Я вообще в шоке, типа, Саша Навиков, ну, типа, стал, ну, типа, реально таким мужиком, знаешь, типа. Ну, типа, типа, прям парнем. Ну, да. Парнем, очень красивым взрослым парнем. Парнем Акима. Парнем Акима. Ой, Гор, вам будет дело, поспрашивайте, скажите, типа, ой, я слышал, что ты делал, сколько там заработал. Я не знаю. Что ты пи***ишь? Клянусь, не знаю. В смысле, тебе не приходили еще? Приходит зародил эти деньги, ну, типа, ну, со всех треков приходит деньги, но я не знаю, сколько я сделала заработал. Гор, посиди там в камеру, сколько заработал. Давай. Так, мы уже разговариваем, типа, это не можно ставить. Не, стой, там Майк что-то говорил. Да пи***им вообще. Нет, в лайме можно оставить. Ладно, ну, короче, ты не знаешь, сколько ты заработал в страхе делал. Не знаю, правда. Ну, я могу посмотреть, но я не знаю даже, кто его машет. Но это хотя больше миллиона рублей? Да. Больше миллиона рублей? Больше двух миллионов. Когда он вышел год назад? Да, думаю, больше. Да, все любят вопросы про деньги. Вот, давай, вот, и по часу выступаешь, да? Да. У тебя концерт, типа, оплачивается или как сейчас? Да, конечно, гонорар. Какой у тебя гонорар? Вот я хочу заказать Егору Шипа на... На день рождения. Да, на свой день рождения. День рождения – это уже корпоратив. Корпоративы дороже всегда стоят. Ну, сколько? Смотря в какой момент, я не знаю сколько, но, может быть... Дороже, чем картина в том доме, которые показывают. Может быть, около 400 тысяч рублей. Ну, вот смотри, правда вот говорят, что ты с Егором Крином встречаешься? Да, конечно, сто процентов. Это не фейковая информация, Егор. Это очень странно, потому что мы вот с Егором Шипом снимали ролики три года назад. Он был вот таким вот ребенком, а сейчас он реально, ну, типа, ходит слушно, встречается с Егором Кридом. Типа, понимаете? А, смотри, а девушка у тебя есть в общем? Нет. А вот с этим проблемой... А у тебя были отношения за этот промежуток времени? Да? Да. И сплыли, да? И сплыли, да? И сплыли. Вот смотри, по богатым школьникам еще раз пройдемся. Ты, получается, с кем было ты хотел бы, ну, вот сейчас бы больше всего общаться, да? То есть с кем ты хотел бы меньше общаться, с кем ты хотел бы больше общаться из них, из этих ребят? Да я не знаю. У меня вообще нет времени на самом деле с кем-то прям вот тут прям общаться-общаться. Я общаюсь с Амиром, поддерживаю с ним какое-то отношение, общение, но пока что мы ничего не делаем. Амир, Амир тоже, что скажешь? Где-то он, где-то что-то он не то делает. На косойогу? Где-то, да, он, как это за телепорт? Ты знаешь, как он ведется в магазинах? Да, я примерно знаю, типа, Амир ведет себя, ну, примерно так же, как он завел три года назад, он, ну, типа, у него в голове в голове заложен то, что он суперзвезда, я считаю. Он, когда заходит в магазин, он, блядь, думает, что это его магазин. Да-да-да, он такой, типа, йо-йо-йо-йо, давай, 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 вот так, типа, здоровайтесь, да-да-да-да, ну, что делать будем? Давай, что это? Что, я предлагаю сейчас перейти к просмотру наших с тобой роликов, ребят, надеюсь, вам это, ну, типа, зайдет, потому что в эти ролики, я уверен, ну, типа, некоторые реально, представляете, что не пересматривали ролики. Будем сейчас плакать, да. Так, наш первый ролик с тобой, где ты показываешь дом. Сколько просмотров? За 2 миллиона долларов в 16 лет, это было 16 лет. Ну, что? Офигеть, мне 20 сейчас будет. Сразу, типа, поясним, что это за дом, типа, и так далее. А-а-а, барабанная дробь, это не мой дом. Это не дом, я думаю, вы могли бы заметить это по самому ролику, потому что там нет ни вещей, ничего, одежда. А стопа тачка там была, тачка? Тачка, да, тачка, да. Тачка, да, тачка, да. Тачка, да, тачка, родители, машины, родители. Родители, машины, родители. Но она не такая дорогая, типа. Мы все хорошо, вы мне были знакомы, я приехал, типа, нас связали, вот так, типа, я приехал снять ролик со школьником, Лакин, да, вот. Я объясню, ребят, нужно креативить, камон, реально было в тот момент, когда ты заходишь на YouTube, нужно было с первого ролика собрать, сколько просмотров еще раз здесь? 8, 8, 800. Нужно было с первого ролика собрать 8, 800 просмотров, это больше, чем просмотры 70% российского шоу-бизнеса. Больше, чем Влад Бумаги. Ну, некоторые ролики тоже. Нужно было залетать с крутым продуктом, чтобы... Короче, ты решил показать левый дом для того, чтобы собрало просмотры и дошли. Вот, все, вы получили ответ. Смотрим. Куда я сейчас еду? 13 миллионов рублей. Миллион рублей. О, боже, что ты с голосочком. И здесь 26 рублей. Стизу! Не, у тебя как-то голос реально поломался так жестко. Да, есть. Короче, это, получается, ты... Вот это все арендованный дом. Да, майка, кстати, моя. Майка твоя? Я не знаю даже. Филиплин, она оригинальная или нет? Да, да. Но она стоила тогда 30 тысяч рублей. Тебе ее купили родители? Да. Я понял, хорошо. А почему бы не сделать такую рубрику или просто выпуск «Сколько стоит твой дом?» И сегодня я отправился к своему подписчику, он мне предложил... Я же как-то другому разговариваю, знаешь, что такое типо... Да, да. Сколько стоит твой дом? Сегодня мы приехали, чтобы смотреть, сколько стоит твой дом. Я отправилась к подписчику? Я отправилась к подписчику, я себя не узнаю просто реально, ладно. Я какой-то добрый. Я думаю, что там стоит, я думаю, будет очень интересно. И поэтому сейчас же ставь лайк, а мы уже почти что подъехали, собственно, к их дому. Надеюсь, они нас встретят. О, интеграция. Да. Еще реально интеграция была, что ли? Слушай, ну дома реально тут такие... Они недорогие здесь. Недорогие? Можно за 250 спокойный дом снять. Я надеюсь, что... Сейчас я тогда с ним созвонюсь, с Егором, кстати, его тоже зовут... Этот дом, кстати, где мы снимали, до сих пор стоит, только туда никто не дает. Ммм. Показной. А, а, то есть это вообще, типа, там даже никто не живет. Это натуло показной дом для того, чтобы показывать. Ладно, здесь опять у меня интеграция, короче. Если бы, если бы рекомендатели знали, сколько собирает этот ролик, тогда бы... Да. Наверное, я запросил бы миллион долларов. Привет, налоговая. Нет, ну клевая машина. Привет, налоговая. Я, кстати, налоги платил мне себе. Простойная роликса прямо в травмашине. Привет, налоговая. Давай, если хочешь, я могу сесть и зайти. Серьезно? Давай, 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 круто. Блин, это такой улыбатель. Мама, понимаете? Блин, кстати, у меня этот цвет идет больше, мне кажется, чем у меня. Розовый. Розовый? А у тебя розовые волосы? Черт, твою мать, я просто не видел его в описании. Не, для клика у вас. Я сейчас буду заняться с Лиси, потому что у меня перекрашивается. О, красава, лысые мужики, лысые мужики, самые крутые, да. Это школьники. Ты умел водить? Да, у меня тогда... Здесь колоночки просто сочные. Тогда уже год точно. А девочка Мила, кстати, это кто она была тебе? Просто... Просто девочка, по-моему. Я даже не общаюсь с ней. А, реально? Она со Стефаном встречается вроде. Ааа, точно! Давай проверим эту информацию, нужно срочно зайти к Стефану. Ты запись экрана включи сейчас. Это не она. Как не она? Это не она. Вот. А, вот. Это вообще, это просто капец. Есть курточка за 70 тысяч. У меня прям ай-кон есть. Куртка поляная, да? А еще у меня есть вот эта штука. Они стоят 22 тысячи. Чувак, я знаю, что это часы. Сколько они стоят? Я не знаю вообще. А чьи это часы? У кого-то взял просто для видео, у какого-то знакомого. Ты сейчас серьезно? Это роликсы? Чекай. Это реально роликсы. Сколько они стоят, эти роликсы? 22 штуки. 22 тысячи долларов. Слушай, не знаю, как я мог так затупить, поверить, что это твой дом. Типа, я просто об этом не думал, когда я... Слушай, ну, а с другой стороны, а может быть и все к лучшему. Ну, может и все к лучшему. Конечно. Да к лучшему, просто, может, есть. Хорошо. Слушай, ну комната родителей довольно-таки неплохая. Капец, здесь в комнате есть жакузи. Ни одного шампуня, ни одного шампуня, ни одного родителя. Ну, я думал, ты все, типа, прибрал. Эта картина стоит угадать. Просто угадать. Миллион. Слушай, она ведь нарисована. Миллион? Да. А что это за картина вообще? Миллион, это 2020. Это показной дом, тупо, картина за миллион там тупо не может висеть, получается. Да, вскрывалась, я уже страшно. Блин, ты меня подарил туда подарок, ты мне подарил туда подарок в кроссовке Versace. Давай, вот признавайся, они у меня до сих пор лежат. Орик кроссовки. Орик? Ну ты принеси их в любой магазин, скажешь, тригитарные кроссовки. Да не, реально кроссовки тебе купили, они особо недорого стоили эти, нормально. Я посмотрел, они стоили на 50-ка, на 50-ка заре. Ну, 50-ка, это нормально, по 25-ки или 6. На стол поставили там. Ну, неплохо так. Не, на самом деле, я просто не знал, что это за бренд, если честно. Ну, типа. Не, реально оригинальные кроссовки от души подарок сделают. Блин, ну спасибо, бро. Это были классные. Так, обращайся. Красавки вообще. Если тебе нужны еще красавки, звони мне эти наоборот. А, вот это тот самый ролик, богатый школьник выживает на 0 рублей. Это там, где ты воруешь из магазина еду. Да. Вот, а потом ты общаешься с пантерой. Короче, скажу, честно, что все, что я съел, все аделисы, которые я съел, там, киндеры, мы за них не платили. Мы за них не платили? А, Ашан, если вдруг у вас есть какие-то претензии к нам, я готов возместить ущерб. Че, Егор, уже выбираешь себе щетку, которую будешь чистить? Да. А ты ведь и подкроешь просто, и потом... Тогда уже глаз дернулся. Тик этот, блин. Че, это нервный тип? Да, здесь. Пойдем. Вот и здесь, короче, сейчас Егор Шип почистит зубы. Ты куда-то почистил зубы. И выкинул щетку под этот... Куда ты это выкинул? И еще... А потом он запил, короче, средством для полоскания зубов и все это выплевал, короче, в угол в Ашане. И там, короче, вообще, ну, типа, на самом деле, ребят. Боже, как же... Че, я бы никогда в жизни сейчас бы так не сделал. Да ладно тебе. Я серьезный артист. Нормально ты сделался? Прикольно. Не, ну тогда, на тот момент... Гор, в своем обличии долбанутого школьника. Ну ты жесткий, ну ты жесткий все-таки, а. Смотри, смотри, вот. Че, как тебе нормально? Как, ребят, почистить зубы, если у вас закончилась зубная паста, просто приходите в магазин и чистите зубы. Да все, 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 почистил. Ну, хватит. Брэкти тебе стереть, видит. Нужно тщательно чистить. Как говорил маме, нужно чистить зубы тщательно. Тщательно. Вот, вот, смотри, видишь, ты выкинул. Не пойдешь за водой? Сейчас возьмешь и полоски. Сейчас ты его выкинешь? Ну, сплюнешь. Вот так, да, вот так. Ааа, жестко. А мы тогда убрали с собой? А сейчас помойку. Ты помыли же. Чем помыли? Чего? Вот это я не помню. Вот это я, это вообще трёх. Это какая-то залупа, чувак. А ты думал, что ты поможешь? Вот это сон, типа, вот так пособи, что я помою. Я не знаю, я делаю контент. У меня есть человек, который сможет тебе точно подсказать. Я нашёл его только что, около метро. Итак, Егор, знакомься. Это Артур Пантера. Он тебе сейчас расскажет, как выжить на улице без единого рубля. Становись рядом. Он, кстати, стал очень, он стал очень известным Пантера. Очень многие писали подписчики, типа, Пантера, Пантера, Пантера. А к нему подходили, интересно, после этого? Я не знаю, чувак Пантера просто испарился после этого ролика. Может быть, он реально переоделся, но свой истинный облик. Возможно. Сейчас это его маска. Нам Пантера говорил реально то, что он долларовый миллионер. Да. Без рофла, серьёзно. А прикинь, он не брал. Чтобы выжить без единого рубля, брат, надо разгадывать кроссворды, обязательно. О, ты разгадываешь кроссворды? Да. Надо разгадывать кроссворды, оно вырабатывается. А Егор вообще не единого кроссворда не разгадал, он вообще не разгадывает их. Это его проблема, да? Нет, это не его проблема. Если забухает, будет проблема. А если не забухает, это будет уровень интеллекта. Кто сегодня твой наставник? Пантера. Ростов, хакер. Сламываю сайты. Могу даже Сбербанк сломать. Серьёзно? Любую банковскую карту. Только мне дай её в руки, я пойду и взломаю код, четырёхзначный. Четырёхзначный код. Там их три, по-моему. А, ну типа... А, типа он пин-код. Пин-код взломает? Да, я думал, типа он сказал, что наш твой код на обратной странице. Сколько у тебя было или есть сейчас денег у Тензера вообще? Я купил так 55 миллионов долларов. 55 миллионов долларов, я думаю миллион. Я думал миллион тоже, 55 миллионов долларов. Он сказал, что у него есть 55 миллионов долларов. Это очень много. Короче, Пантера это легенда, я считаю Давай посмотрим ролик теперь, где ты подарил девушке свидание на ламборгини Мы придумали такой ролик, Егору Шипу нравилась девушка Он арендовал ламбу Сколько ламба стоила? Это Хуракан Я не помню Ну типа стоила она больше сотки, это ламба Я не помню, сколько мы в ролике говорим, но мне кажется, в районе сотки она стоила Всем привет, ребят, меня зовут Егор и добро пожаловать на лучшую жизнь Еще очень интересный момент был, где водитель поехал ее пытать Оно выходит в мой день рождения И вы, друзья, можете сделать мне самое Ой, за рождение меня А этот ролик вышел в мой день рождения и собрал 11 миллионов просмотров Это подарок Мало того, что это черная чухарка, ты снимал с ламборгини Гоярды То есть она там каких-то, если я не ошибаюсь, двух тысяч Гоярда легенда Гоярда легенда, но... Это новый ламборгини Хуракана Моя тачка обоняет Гоярды, кстати, вообще прям Знаком с Данилой Степановой? Ммм, так, видимо, знаю Мы с ним перестали снимать ролики, потому что он мне сказал, что он хочет 50 тысяч рублей за один ролик Реально? 50 тысяч рублей за один ролик Без шуток Без шуток Охуеть Без шуток, реально 50 тысяч рублей Я извинился перед ребятами, потому что сказал, что у меня нет 50 тысяч рублей на ролик Я не зарабатываю с ролика 50 тысяч рублей Жестко, реально? Да, да, да Ну, Данил Степанова звезда, конечно Это хуракан, короче, она 100% быстрее, мне кажется, она обгонит мою Ну, тачка вообще соска, конечно Я обалдел, когда ты ее, в принципе Ты нормально потратился План, 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 план Я не знаю, что нужно вообще для свидания Пойти, может быть, цветов купить? Короче, ты купил цветы, давай смотреть реакцию девушки Ну, купили такого милого мишка Очень милого мишка Стоил он 3000 рублей Вот девушка, смотри Боже, она так старше у меня выглядит Да Но не сейчас Мне кажется, ты не особый Мне кажется, ты Ну, вот сейчас вот, если подставить Вот сейчас твое лицо, да? И вот сюда лицо, которое было твое Вы видите сейчас разницу? Не-не, изменилось в любом Ну, не особо сильно, но изменилось Ну, у тебя изменился только голос, я считаю Да нет, ты че, я был у тебя вот посюда Я уже одного роста с тобой, а буду таким вот Сейчас все смотрят на наши эти, блядь Ноги Ноги, да Ты смотришь мой канал? Нет Она меня не знала Она лжат, она лжат Но втайне смотрела Ты сука, ляка, фок, лял Открывай Открывай Но сейчас? Но сейчас, если ты смотришь вот эту вот девушку смотрит ролик Звони, Егор, он арендует тебе еще одну лампу Я не буду ничего арендовать Он купит тебе еще одну лампу со своего корпората И вы будете просто за 400 тысяч Лампу за 400 тысяч можно? Кстати, можно картонную лампу собрать? Да, картонную лампу Блин, это крутой контент, кстати, собрали картонную лампу А есть такой контент, Хайман делал? Такой контент? Я думал, я оттуда Как-то мне лампу Кататься? Сейчас она поесть, мере Вот это вообще космос Это мечта, конечно Мечта Вот этот ролик помнишь, да? Да, это был прикольный видос, реально там типа 100 пиц 100 пиц помнишь? Там, короче, суть была в том, что ты, получается, дал бабок Саше Новикову, да? Сколько ты дал? 1500, ман Открывай Что говорится У тебя набитый кошелек, я боюсь представить, сколько там денег Ты можешь просто снимать? Ну, это вообще треш, чувак Я не знаю, как тогда, ну... Это дом тот же вы показывали? Нет, дом ты никакой не показываешь Мы типа, я не знаю, мы типа, ну, у тебя где-то в районе Ты, получается, 500 тысяч рублей, я с этого вообще выпал Я тогда уже зарабатывал какие-то деньги Я, возможно, отдал все, что у меня есть Но это было вообще, что-то жестко Я тогда, это да, охренел Реально, 500к потратил на ролик Ну, зато сколько он собрал? Буньте, комфорт 8,5 миллиона Сколько? 450 450? 450 тысяч Тебе нормально, типа, 500 тысяч потратить? Да, конечно, только если все подпишутся на мой инстаграм Это будет... Ахахаха! Вот все все Это была реклама! Это была реклама! Вы понимаете, что Егор Шип был гениальным уже так Если подпишутся на мой инстаграм, тогда вот я потрачу 450 тысяч рублей Да, вот, вот здесь вот, на 6,19 мы говорим как раз Мы, походу, и договорились, что я плачу на ролик Да, да, да. Возможно, мы так и договорились тогда. Слил с ребра, парни. Чувак, ты уверен, что мама тебе ничего не скажет? Целый день все-таки. Нормально все-таки. А, ты ему отдал машину на целый день. Слушай, тогда я предлагаю попрощаться с Егором. Удачи. Ты отдал машину Сашу Новику на целый день? А что за машина была? Мерседес. Покажи какой. Серый. Как серый машина. Сашу Новиков решил сразу арендовать лимузионок. Лимузин. Лимузионок. Реклама. Лимузионок. Прочитайте, очень много разных лимузинов. Сейчас мы выберем какой-то и арендуем его. Ребята, мы выбрали самый потряский, короче, из тех, которые был лимузин. Это хаммер. Это просто жесть. Смотрите, какие номера. Вах. Реально номера. Вах. Охренеть, друзья. Для нас двоих. Вы прикиньте, там еще телек. Для нас двоих я, кстати, тоже, видишь, подсосался, типа. Чтобы я тоже на этом лимузине буду кататься. Не для него, а для нас двоих. Вот именно. А, ну все, пятнашка, окей. Пятнашка. Кстати, это нормально за лимузин. Крутой лимузин, Саня. Крутой лимузин. Лонцарь. У вас круче и длиннее. У него уже появились деньги, у него просыпалась. Да, 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 просыпалась. Темная сторона. И вот сейчас темная сторона Саша Новикова и проснулась до конца. Он начал встречаться с девчонками. Подождите, еще один год. И что будет? Еще. Здесь Саша заказался 130. Саша заказался. Сотку на пиццу просыпали им дал. Положил, скажем, съел три кусочка. Знаешь, как готовили эти пиццы, это вообще жопа полная. И готовили очень долго, чувак. Вот он отдал прям нау. Давай, давай. Пересчитайте главное, потому что... Магазин выручку получил за неделю. Это вообще дрэш. Они готовили пиццы часа три, наверное. Сколько? Часа три, да, их будет готовить? Да, часа три. Они закрыли магазин, да? А, чек. Хочешь прикол, типа, с этими пиццами? Короче, мы снимали в том районе, и оказалось так, что моя девушка жила в этом доме. Реально? Да, в доме, где мы купили 100 пицц когда-то. Ты сейчас встречаешься? Да. Реально? Да. И получается, что... И Буршип и Саша, но и куфи Капидоры. Ну, нет. Это, типа, просто совпадение. Нет, но это же совпало все-таки. Ну, давай, это совпало, типа, я просто охренел с того, что в этом месте 100 пицц было. Я такой, ёп, понимаешь. А зачем, типа, я одно не понимаю, зачем? Смотри, просто, это трэш. Я просто в шоке. А зачем? А не знаю. А куда вы отделились? А, слушай, я не знаю. Осталось нам вроде пока залежать, потом поехали снимать. О, смотри, это просто жесть, чуваки. Очень вкусно, кстати. Типа, тихо, все, ребят, тихо мы поели. Повезут, мы вышли, поели уже, там, сидите, типа, в четвертый час как-то. Как-то такой себе сейчас приедет шип и заберет тачку свою. А все, типа. А, я помню, мы отсюда еще выездить не могли. Что случилось? Ну, мама же думала, что я сам на машине поеду. А ты чувак там еще... А машины нет 8 часов. Знаешь, чем я не подумал? Реально, мама, типа, тебе говорила, где тачка? Да какая мама, это съемная тачка. А что тут сказала? Ну, сказала, сказала, можно забыть это. Ладно. Это вообще, ребят, уже. Вот так и снимались наши ролики. Вы, че, дебилы? А че нам сделать? С великом прокатанем? Как вы оставили, когда выходили куда-то? А вы че, ключ потеряли? Смотри, мы типа отказали. Я не понял, что здесь произошло? Оставляли. Какие же вы едите, ухо? Что один, что второй? Отойди, блядь, что ли? Нет, ну, чувак, с ней все нормально. Нет, ну, ты все нормальненький. Чтоб, о чем мама сказала? А с вашей головой еще херова. Мама сказала, что мне пизд... Реально завел и что, сейчас поедешь? Ты когда посмотрел ролик, такая была реакция? Ну, я не помню. Ну, типа, я сейчас как будто заново смотрю и... Камон, 100 тысяч на пиццу спустить? Это еще более неадекватнее, чем я себя веду. Супа, куда массовые деньги спустили, я так и не понял. Дурагентство. А, да, еще дурагентство, он купил, что-то еще там он купил. Че, предлагайте посмотреть последний ролик, который мы с тобой сняли. На чем наша, там, дружба-жвачка закончилась, да? Вот. Ну, типа, после этого ролика реально, ребята, вот так просто. Ну, не, не, не прям после этого ролика. Ну, типа, ну, типа... Через пар, через месяц. Ну, через месяц где-то, да. Короче, вот тут... Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Декстер, вы находитесь... Это ролик, короче, когда, типа, ты... На Фридоме уже нет. Да, уже ли во Фридоме. Вот, я тогда приехал, ты спал, короче, вообще, типа. Вот, я подумал, ни хера себе он нахерел. Вот. О, ты есть кури? Да ладно, я пошутила, какая сигарета, я не курю. Вот это, кстати. Ну, да, я, суку, конечно, что я эту ставил. А, я тебя попросил не усталять? Да. Ах ты, глад. Слушай, а я просто его не смотрел, типа, я его отдал на монтаж, его смонтировали, и этот момент просто сделали как шутку. Ну, типа, и все. Я надеюсь, вы слышали мой новый трек Dior. О, легенда! О, да, да, да. Он тогда еще не зашел. Ну-ка, спой вот, вот можешь спеть вот так? Шопотом только паю. А ты слышал, да, мой трек? Да, да. И что, как все? Да я, ну, не знаю. Хуй, да? Мне не нравится такое. Не нравится? Не нравится. Патрин, Порш. Поршка М. Понравился он там топ, зачет, вообще не. Егор, еще реально охеренно. Не, без шуток, на самом деле, клевый трек. Я сказал, что это клевый трек, даже. Как у тебя с Валей дела? Блин. Ха-ха-ха-ха-ха. У меня вообще сейчас испарует. Ты полная тема за тебя? Нет. Снэк, лай. Да, блин, это что? Чувак, я не видел этого. Это угар. Егор Шип, еще в свои, сколько-то там, 15 лет... Это, кстати, переводная татушка, я не знаю, сейчас. Да? Нет, конечно. Сейчас, в 15, я не жду, в 15. Я еще нового в день. Вот, короче, ребят, я сейчас... Переводная татушка... Да я шучу, вот, все, вот здесь. А, ну, блин. Дом, вот в этот огромный пинт-хаус, просто от саняк, который эти ребята снимают и в нем живут. Как вообще жить в этом доме? Вообще, на самом деле, офигенно. Мы тут живем не вдвоем, Сигарыч. Как там было жить в этом доме? Не очень. Скажу честно. А что там было не очень? Во-первых, ты едешь 2 часа до города, то есть, какие-то съемки, это вообще в полных... Ну, сама концепция тебе нравится, вот, с блогерами жить, вот, в одном доме? Ну, вообще, прикольно. Мы сейчас это возобновим как-то. Реально? Но мы не будем делать ни хаос, ничего, типа, это уже такая... Это же уже все, да, 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 это было. Мы просто хотим снять какой-то дом, либо больше, там, битхаус, квартиру, просто жить вместе, снимать контент. Ну, это удобно. То есть, ты проснулся, как бы, снимаешь. Там, ложишься спать, снимаешь. Ну, мне вот нужно, ну, слушай, мне нужно, допустим, чтобы я все-таки один был, короче, вот, мне это важно. Я, вот, я не смогу, допустим, я бы, если бы жил в блогерском доме, я бы там свихнулся, да, свихнулся. Потому что я жил в похожем доме, только не с блогерами. Ну, типа, с блогерами, вот, где мы снимали ролик про футбол, в том момент ролик про футбол, вот, превьюшка, вот, там мы жили в доме, и мне это не очень понравилось. Ну, мы бью, не знаю, нам зашло, весело. Ну, мы все подростки тогда были, лишь блюжуха. А, серьезно? Вы здесь играете в Play Station, наверное, да? А, у вас есть собрание даже в доме, да? Лиза Анохина, что он вообще делал, я не понимаю? Тоже удовела. Прикольно, чувак. Он у вас кем был продюсером, типа? Я не знаю, я вообще не вникал в эту тему. Я жил отдельно от дома, мне просто убиралось с ребятами. Типа, я вообще не хотел участвовать ни в съемочном контенте, ни в чем. Потому что там не шла, не работа, ничего, всем вообще похер было. Паппинг Порш, Порш Кайхен. Это была ваша 6.40. Kiss my ass. О, я помню, это наш пор Марина. Марина, люблю вас, хотя вы не очень любили меня, конечно, но легенда. Не, не, как вы называете, вот, подписчиков, привет, ребят. Твои подписчики такие же шайтаны, как и ты. О, реклама Паппинг Порш. Паппинг Порш, Порш КН, Турбо, С, С. Нужно прямо так, в петличку, вот так, чтобы так. Прости, пожалуйста. Больше так не будем. Извини. А! Боже, здесь. Смотри, там кто это голый, вообще, кто это. Привет. Продолжение в Телеграм-канели. Кто это? Продолжение в Телеграм-канели. Я не знаю, как девчонка, кстати, на этом месте у меня даже видос остался. Гуди, короче, у нас выходочка из Пани. Не сломал, он провалился в какую-то, короче, дырку. И ударился, короче, очень жестко, об острый угол. У него растечение было, у него просто вот мясо вот так вот вылезало. Короче, в тот момент Егор Шип мне говорил, не называй ролики богатых школьников. Я все равно назвал ролики богатых школьников. Да, он меня так бесит этим. И, короче, я вот назвал ролик богатый школьник Егор Шипа, он такой пишет, ты чё, оху**лся, епу, блядь? Ролик назвал богатый школьник, и мы его переименовали Егор Шипа не богатый школьник со женой. А, реально? Да, 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 ты мне тогда написал, типа, ты чё, оху**лся, епу? Ну я, блин, уже тогда пытался уйти от этого клейма. О, ёб твою мать, ребята, это даже не будем показывать. Ну мы поехали сразу сшивать его. Это просто жесть. Такой замечательный Love Story ролик получился. Да. Все, весь негатив Все конфликты, которые у вас есть, оставляйте В 2021 году, не знаю, пишите имена всех на листочки Сжигайте их, выпивайте шампански И входите в 2022 с новыми желаниями, мечтами Да, только если ты школьник, не пей шампанское Не пей, не пей Это был Егор Декстер Это был Егор Шип Если вы хотите, чтобы мы продолжали снимать дальше А мы, скорее всего, будем это делать Ставьте лайк, набираем 100 тысяч и увидите следующий ролик Да, давайте 100 тысяч лайков соберем Если вам интересна тема, почему мы вообще поругались И как мы по итогу помирились Потому что сегодня мы в этом ролике об этом не рассказывали подробно Давайте набираем с вами 100 тысяч лайков И в новом году мы выпустим уже ролик, где посидим и просто расскажем Ну, maybe Если вам это интересно, мы как бы над этим подумаем А если вам интересно, то оставляйте комментарии и ставьте лайк Всем пока Да Вот они, конечно, не знают, что перед Новым годом словили Жестко, да? Да Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!